2 июля 2019 года приветствую вас на канале дачный сезон круглый год раннее утро иду после кормления кур определиться что я сегодня буду делать какие работы на огороде так малина вчера собирали огурцы надо срочно сегодня посынковать посажена здесь фасоль спарживаем так малину подвязала надо выкопать рядок ранней картошки посмотреть еще не копали в этом году уже должна быть так иду к чесноку чеснок надо уже выкапывать вот мой чеснок сигналки вон вверх стоят вот ближайшие чеснок по краю новой грядки клубники был было очень жарко клубника пока усов практически не дает вижу пару штук засыпана была клубника соломой так сейчас мы выкопаем чеснок положим его на просушку что сегодня еще если будет время так вот это лук это лук как у нас говорят из пит дымки то есть из мелких луковичек с краю и но не годится так сажать лук это семенной материал был куплен рано весной и практически каждая головочка лука дала стрелку и когда его режешь то там получается жесткая грубая ткань внутри лук этот не годится его нужно сейчас будет вырвать сегодня и обрезать на еду сегодня а вот это лук сажен из рассады вот это сорт кэнди прекрасный сорт я его вот не садила в этом году первый раз посадила и дальше пошел лук экзибишен видно что луковицы разные что сорт разный вот экзибишен с другой стороны прекрасный такой способ мне понравился так клубнику мы тут пропололи что еще там дополоть клубнику огурцы я уже собрала это лук у меня осенней посадки тоже очень хороший фасоль мы остались без фасоли она из-за жары сразу пошла в зерно и ничего не получилось спаржевого но зерно когда начали лущить оно не годится но очень мелко помидоры я вчера поподвязывала дальше попосынковала малину мы собрали ну что пошли работать оборвала первые пять кустов фасоль не годится может придется с этим сортом прощаться тем более что у меня есть очень хорошая низкорослая сорта спаржевой фасоли как зеленой так и желтой фасоль море год очень урожайная вот это с пяти кустов двухлитровая ведерко на вид казалось бы что прекрасно когда ее начинаешь разламывать получается что появился уже пергаментный слой хотя это считается что это фасоль спаржевая но скорее всего что это от жары поэтому когда мы будем есть эту фасоль она будет жесткой и все равно ее убирать надо и вот взять посоветовал что эту фасоль оборвать потом разрезать на части и отварить в подсоленной воде и как он говорит что она будет съедобная и будет даже даже очень вкусная не пропадать же добро поэтому у меня будет там где-то впереди видео я эту фасоль действительно отварю и приготовлю знаменитое блюдо спаржевая фасоль с помидорами луком и яйцами это азербайджанский рецепт мне его прислали в комментариях я хочу его повторить для всех вас прошлом году я так делала было действительно очень очень вкусно хотя рецепт не затейливый никаких особых ингредиентов там нет но получается свежо и очень вкусно так с фасолью мы разобрались конечно не все и собрала но хотя бы только часть пошли дальше вырвала лук на еду лук хороший крупный но в каждом из них есть стрелка значит он уже не годится для лёшки а только сейчас это надо будет забрасывать жесткую внутреннюю часть ну если сейчас на салаты лук пойдет но не годится таким способом выращивать весенней посадкой мелких головок лука выкопала я один рядок чеснока чеснок прекрасный в этом году очень крупный уродился еще надо будет столько же выкопать вторую второй рядок на этой же грядке выкопала рядок картошки сорт повень ранний сорт давно у меня уже урожай так себе но сегодня 2 июля я специально ее здесь сажала чтобы пораньше убрать здесь у меня будет дальше сеется закультивируем здесь грядку она отдохнет немножко и где-то с 15 июля будем будем высевать здесь дайкон много яиц семья большая много потребляем яиц поэтому скорлупы яичную постоянно очень много пробовала я ее весной настаивать и подливать рассаду эффект особого я не увидела поэтому чтобы не пропадать добру понимаю что это кальций и другие химические элементы все это вот мелко мну руками и разбрасываю по огороду особенно весной желательно под перекопку и летом так как собирается много скорлупы я там тоже разбрасываю под кальциеволюбивые растения это такие как баклажаны малина огурцы помидоры и думаю остальные тоже все кальций больше не меньшей степени любят разбросая очередную партию яичной скорлупы под баклажаны то что на листья пока не страшно струсим просто это не активное химическое соединение ожога от него не будет поэтому попало на листья это не страшно так коробка пустая для следующей партии годится так коробка пустая для следующей партии годится так ну а теперь можно просто немножко обтрусить кустики сегодня завтра соберу первую партию баклажана опять жук появляется значит действие средства от жуков уже выходит да у меня в прошлом году с июля начиная жуки практически съели баклажаны не хотелось их уже чем-то химией обрабатывать те все средства которые рассказывают там деготь и остальные в том числе и посев по периметру фасоли ничего от колорадских жуков не помогает может вы в комментариях посоветуете действительно действенный способ натуральный народный способ борьбы с колорадским жуком на баклажанах так как в прошлом году где-то с двадцатых чисел июля я просто повыревала все кусты потому что на каждом кусте сидела по сотне колорадских жуков ну и последнее что на сегодня мне удалось сделать вот чеснок я выкопала рассыпала его в полутени но на сквознячке на чистые мешки здесь же и лук лежит который я выкопала на сегодня на еду который пострелковался очень сильно и его нужно срочно съедать чеснок урожайный в этом году крупный на этом пока все всем удачи а